А теперь к другим темам. Школа механизации сельского хозяйства, училище механизации профтехучилища, СПТУ, ПУ-45. За 70 лет своего существования сегодняшний славянский электротехнологический техникум сменил много названий. Постоянным оставалось то, что на протяжении всех этих лет, несмотря на трудности, послевоенного и перестроечного времени именно здесь ковались кадры для сельского хозяйства страны. Техникум прошел путь от трех полуразрушенных зданий до оснащенного по самым современным требованиям учебного заведения. На торжественном мероприятии, посвященном празднованию дня рождения техникум, побывали и мы. Творческих успехов, здоровья, чтобы коллектив был все-таки работоспособный, улучшал качество подготовки и чтобы кадров хватало для нашей России. Много теплых слов для поздравления электротехнологического техникума Славянского района приготовили гости праздника. Зал городского домокультуры собрал в этот день и одну сотню людей, которые в разное время работали здесь, получают или некогда получали первое в своей жизни образование. Переоценить значение главного профессионального образовательного учреждения района невозможно. Пожалуй, кузница кадров – это самое точное определение, которое можно отнести к этому учебному заведению. В сложных условиях послевоенного времени уже в первое десятилетие для поддержания народного хозяйства в неотапливаемых полуразрушенных классах здесь смогли вырастить 6 тысяч механизаторов. И это было только начало. 70 лет – это небольшой исторический путь, но для Славянского электротехнологического техникума это история. Вы знаете, за эти годы воспиталось приятно прекрасных специалистов. Это людей, у которых так ремесло. И вот сегодняшние достижения, которые имеются в крае, в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности – это делается руками, выпускниками вот таких техникум. В этот день на сцене было вручено много грамот и благодарственных писем от имени главы Славянского района, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, профсоюза агропромышленного комплекса, социальных партнёров техникума главы города. В своём поздравлении глава Славянска-на-Кубани Александр Берсенёв поблагодарил коллектив техникума и всех его студентов за активную жизненную позицию, которую они занимают в вопросе поддержания порядка в городе и участия во всех социально значимых мероприятиях Славянска. Хочу поздравить весь коллектив вашего техникума и студентов, и преподавателей, и ветеранов именно с такой прекрасной датой, как 70 лет. Я считаю, это начало жизни, потому что ваш техникум выпускает молодёжь, которая имеет такие профессии, как уже сказали, тракторист, повар и остальные, да, и дальше. Это те профессии, которые в нынешнее время необходимы прежде всего. И я знаю, что выпускники этого техникума, можно сказать, по-русски в школу, а то не умрут. Если буду честной и добросовестной работой. Удачи вам всем! Всего доброго! Поздравили с юбилеем техникум коллеги из соседних районов и его бывшие выпускники, для которых тогда ещё училище стало первой школой профессионализма. Они вспоминают учебное заведение во все времена его существования с теплотой. Любят свою работу и новое поколение преподавателей. Мне очень нравятся студенты, очень нравится сам коллектив. И вообще у нас очень хорошо работать. Нравится, когда наши студенты дальше идут и получают профессию. И когда приходят, есть чем гордиться. Успех любого предприятия зависит от умелой его организации, от руководителя, который стоит за каждым шагом, за каждой мелочью. Должность директора училища – это и тяжёлый труд, и увлечение, и творчество, и хобби. За 70 лет этот образовательный центр возглавляли, сменяя друг друга 13 директоров. Сегодня эстафету принял Александр Осмачкин, который по состоянию здоровья не смог присутствовать на праздничном торжестве, но записал гостям видеообращение. На сегодняшний день в техникуме сложился работоспособный, ответственный коллектив. Я бы назвал это сплавом опыта и молодости. Сегодня среди педагогического состава много выпускников нашего техникума, которые являются хранителями тех традиций, которые были заложены. Огромное спасибо всем тем, кто ежедневно своим трудом прославляет имя Славянского электротехнологического техникума. Готови специалистов, которые будут востребованы в современной жизни – девиз техникума. Веками такие профессии, как каменщики, отделочники, механизаторы, повара и электрики были и остаются востребованными. Но задача техникума – учить будущих специалистов работать по современным стандартам и с современными материалами. С этой задачей учебное заведение справляется. Об этом говорит и то, что в последнее время все больше ребят хотят здесь учиться. Небывалый конкурс, до пяти человек на место – это ли не показатель того, что рабочие профессии вновь обретают популярность? А значит, славянскому электротехнологическому техникуму уготовано большое будущее. И 70-й день рождения – это только начало. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».